Сегодня и завтра в ЦСП Заря состоится фестиваль робототехники Эндженерейшн. И у нас в гостях организатор фестиваля Егор Барышпол и главный судья соревнований Михаил Гуськов. Ну что, здравствуйте! Здравствуйте! Все-таки хочется разобраться, есть у нас судья, есть у нас организатор. Выставка это или соревнование? Ну, в полной мере это соревнование, но и, конечно, присутствует элемент выставки. Ребята на выставке собирают различных роботов, некоторые из них представлены здесь. Соревнования также объединяют инженерные, такие кадры Сибири и Дальнего Востока. Ребята из ближайших округов съезжаются, чтобы попробовать себя в различных категориях, от малого до великого на самом деле, с 6 лет и до студентов. Ого! Какие категории будут? Будет несколько категорий. Одна это творческая категория, где ребята будут представлять свои проекты, созданные на тему борьбы с отходами, то есть связанные с экологией, там переработка мусора и так далее. И также будет соревновательная часть, в которой будут представлены две категории. Это основная, победители этой категории будут представлены на всероссийских соревнованиях. То есть идут дальше, как бы повыше дальше уже. Да, вот эта основная категория делится на три категории. Понятно, сразу всем понятно, что это фестиваль робототехники, все серьезно. Младшая категория, их задача будет убрать мусор с площадки и доставить их на склад. А средняя категория, это уже такой, вроде переходной с младшей, то есть они должны уже со склада доставить на зону переработки самих отходов. И старшая категория, они будут перевозить со склада уже на завод, который сам перерабатывает отходы. То есть где эти отходы уже будут какие-то другие материалы перерабатывать. Да, я так понял, что переработка отходов это основная, ну так скажем, тема фестиваля в этом году. Ну да, на самом деле тему задает страна, в которой будет проходить мировой этап соревнований. То есть все эти соревнования идут по этапу. Сначала сейчас проходит региональный этап, потом российский этап, потом сборы российские, а потом есть возможность поехать сборной России на мировой этап, который в этом году проходит в Индии. Вот. Также существуют соревнования еще российские, которые чисто Россия проводит. Это лабиринт, это роботы-манипуляторы и роботы для езды по линии. Это все будет на фестивале? Да, все на фестивале будет. А какие роботы представлены будут? Самые, не знаю, большие, огромные, может быть какие-то специально созданные вот именно для сбора мусоропрессовки? Ну, это, скорее всего, можно будет видеть в творческой категории, где ребята используют свою фантазию, создадут что-то нечто необычное. То есть это прям сходу? Нет, они заранее готовят и туда уже приносят готовый проект. То есть творческая категория – это такая самая нерегламентированная категория, которая, ну, нет никаких точных ограничений на комплектующие, на программное обеспечение, где ребята чисто подключаются к фантазии. Угу. Я знаю, что программа разделена на два дня. Что будет происходить в первый день? Что будет происходить сегодня? Сегодня будут проходить тренировки команд. Команды будут готовиться к завтрашнему дню, чтобы показать себя в полной мере, в полной готовности. Угу. Что это за тренировки? Что они делают? На тренировках ребята занимаются отладкой роботов, откалибровкой датчиков, меряют освещение внешнее. То есть настраивают робота, чтобы именно на данном поле, в данной обстановке он проехал, сделал задание на свой максимум. Угу. Что будет происходить во второй день? Во второй день конкретно уже будут проходить сами соревнования и оценка творческих проектов ребят. Для начала им будет дано время на сборку роботов. Это относится к основной категории. Они прям их разберут полностью и соберут заново. Это, короче, как с автоматом получается. Да, да, да. И потом будет также время немного, чтобы приспособить робота уже собранного. И сами попытки, две попытки будет по две минуты дается на выступление команды. Но с точки зрения судьи, вот для тебя, какое самое зрелищное соревнование, вот из всех, что будет проходить? Самое зрелищное будет футбол роботов. Угу. Это, как, 11 на 11, также большая площадка, и все играют. Немного по-другому. Там постелен такой ворс специальный. И участвуют в состязании два робота от команды. Один робот-вратарь и один робот-нападающий. Угу. То есть есть также команды. Ну, я так понимаю, это уже не из роботов, а из людей. Ну, нет. То есть, ну, люди готовят двух роботов, то есть вратаря и нападающего. И также вот команда на команду, два на два, получается такой вот матч. Угу. То есть, получается, участвуют представители разных клубов или просто они произвольно как-то делятся? Да, ну, абсолютно из разных центров подготовки. Кто-то вообще готовится дома, кто-то в каких-то образовательных учреждениях. То есть абсолютно различные люди могут попробовать себя в этих соревнованиях. Подсчитывали уже, какой самый дорогой, возможно, робот представлен на выставке вообще будет принимать участие? Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос, потому что в творческой категории иногда люди используют, ну, дорогостоящие какие-то материалы. Ну, а если посчитать по регламентированным таких категориям, то, наверное, так же робот-футболист самый такой, наиболее качественный. Потому что довольно-таки дорогостоящие датчики, которые определяют положение робота на поле и реагирование на сам мяч. А какие самые, возможно, не знаю, веселые роботы, самые интересные и, может быть, бесполезные, но все равно развлекательные представленные? Ну, на самом деле, самая такая, также интересная категория будет это детская сборка конструктора, которая проводит организаторами соревнований Лига роботов. Вот. Там будут дети с 6 до 9 лет, самые маленькие. Они будут собирать конструкцию, им будет даваться инструкция, они будут собирать конструкцию на время. Вот. Так же будут две попытки, две конструкции. На самом деле, сейчас, как оказалось, это самая презентабельная категория. Туда зарегистрируется больше всего участников, поэтому будет такое очень интересное соревнование. То есть это будет собираться прям живой, настоящий робот? Или же, ну вот, грубо говоря, Лего и макет? Ну, из Лего будет собираться конструктор, который там, либо какое-то животное, скорее всего, там, дракодил, обезьянка, собачка, вот такие вот детские конструкции. А есть ли у вас соревнования формата, там, не знаю, крушить роботов, там, разбивать, там, выталкивать? Вот что-то такое, бои роботов? Ну, на самом деле, в этом году больше направлено на алгоритмику, чтобы ребята чисто углубились в более программное обеспечение, попробовали себя в каких-то информационных технологиях, вот. Ну, на самом деле, категории разделены на более сложные, более такие легкие, поэтому ребята могут себя попробовать как в начальном уровне, так и в более сложном. Давайте вернемся немножко к заводам, которые вы рассказывали. То есть, есть три части, еще раз, напомните мне, пожалуйста. Это сбор отходов, потом перевоз их в баки, потом из баков на склад и из склада уже на сам завод, где переработка идет. То есть, ребята уже разработали роботов, которые занимаются вот непосредственно вот этими вещами. Как выглядит робот, вот, который собирает отходы? Ну, у него различные манипуляторы есть, то есть, которые берут какие-то кубики, приспособления, ну, то есть, все отходы, они сделаны в виде регламентированных кубиков, которые удобно роботу будет перевозить. Он, ну, специально манипулятором подготовленным для него берет его и перевозит в нужное место, ориентируясь по линии. Давайте сделаем небольшую паузу с вами, а потом продолжим разговор, ну и, конечно же, перейдем к самому интересному, к футболу. Как в него играют роботы? Можно много говорить, но лучше один раз попробовать. Итак, сейчас мы будем с вами играть настоящий робофутбол, ну или не робофутбол, не знаю, как это правильно называется. Ребят, давайте будем учиться, рассказывайте мне, кто это, что это, что это, как оно работает и почему. Ну, начнем сначала с робота-футболиста. Да, это робот-футболист-вратарь. Его задача защищать ворота и не выезжать за очерченную зону. Я думал, он нападать будет. Ну ладно, хорошо. Нет, он будет защищаться от того, чтобы мяч не залетел в его ворота. У него есть три сенсора. Первый сенсор – это вот этот инфракрасный. Он следит именно за положением мяча и следит за ним. Сейчас мы включим. Мячик включил. Он начал на него поедет. Там я забыл включать мяч. Ага, вижу, включил. Так. И он теперь начинает следить за ним. Опа, это просто нормально. То есть он близко увидел мячик и пытается его оттолкнуть. А, понял. То есть он специально наезжает. Можно еще поближе немножко. Ага, вот оно как работает. Можно повернуть его. Он будет за ним. Вот. Ребят, мне страшно. Подождите, пока я его не уронил окончательно. Давайте выключать. Это он потерял мяч. Это он потерял мяч. Это нормальная ситуация, да? Да, да. То есть плачет. В панике. Как из мяча играть. Хорошо, понял. Следит. Это сенсор за мячом. Да. Это сенсор-компас. Он определяет положение робота на поле. А от чего он отталкивается? Куда он? Стенки какие-то? Нет, он калибруется как север, юг, запад, восток. Ага. То есть по ходу. Или он заранее. То есть вот, например, сейчас он знает, что там север. Нет. То есть изначально ставится робот. Значит, прямо вот у него будет север, слева, юг. Там вот. И координаты вычисляются. Понял. Понял. Хорошо. Так, а третий сенсор где? Третий сенсор – это внизу. Вот датчик света. Он позволяет роботу определять границы его нахождения, чтобы он не выезжал. То есть это вот те самые линии, которые проходят? Да, в артарской зоне. А линии какие-то специальные, специальной краской отмечены или абсолютно любая? Поле зеленого цвета и линия очерчена черным цветом. То есть на поле на самом деле не просто какой-то баннер постеленный, это прям такой ковролин, то есть такой элемент, как имитация травы, чтобы роботы прям будто по траве ездят. А линия очерчена специальной краской, которая также регламентирована, чтобы все участники были в равных условиях. Хорошо. Робот-вратарь. Против кого он играет? Он играет против нападающего другой команды. Робота-нападающий? Хорошо, а как выглядит тогда робот-нападающий? Ну вот у этого робота есть такая широкая штука, которая отталкивает мяч, а у другого робота есть пеналка. Которая будет вести мяч возле себя, ну вести его к воротам, как нога такая. А драки бывают на поле? Бывают. Воротни переворачиваются, ломаются. Да-да-да, роботы сцепляются, начинают бычить друг на друга, туда всегда толкаться, переворачиваются, ломают. То есть это тоже нормальная ситуация. Это два участника, да, принимают? То есть нападающий и вратарь. А есть ли какие-то правила, там, я не знаю, офсайт, штрафной, красная карточка, вот драка началась, всех удалили замена, полный состав поменяли? Бывает, если робот неправильно себя ведет на поле, то есть специально нападает на другого робота, заезжает в ворота противника, тогда он дисквалифицируется на минуту. Минута ворота свободная? Это как красная карточка. На самом деле, если дисквалифицирует вратаря, то ворота будут действительно свободны, да. Но если дисквалифицирует нападающего, то вратарь будет один отбиваться от нападающего другой команды. Давайте попробуем немножко, поэкспериментируем. Я обратно, он плечом, да, сейчас? Включай сначала мяч. Что мне нельзя делать? Потому что я боюсь, что он грохнется куда-нибудь. Так, мяч включил вроде бы. Можно сначала далеко поводить, чтобы робот чисто за ним следил. Ну, прям покрути его, вот. То есть он ищет положение, мяча находит. А как находит? Ну вот мячик излучает инфракрасный сигнал, а это инфракрасный приемник, который следит за его сигналом. А почему я близко к нему не подношу, а он начинает? Для него это уже достаточно близко, он волнуется. Потому что уже мячик... А насколько далеко он может? К поворотам летит, ну вот так далеко вот может. Он может до полтора метра. А, то есть, короче, ничего не получится у меня. Хорошо. Так, а теперь самое главное. Теперь я должен ударить как бы поворотом, да? Да, можно попробовать мячик вот с поля. Можно катнуть по столу, давай развернем его немножко. И попробую катни на него мяч. Вот он. Ну, это мимо ворот, можно сказать. А, ну я понял. Ворота тоже определенного размера, да. Хорошо, я мимо катнул. Так, ладно, попробуем. Вот он. Ага, отбивай. И то есть, пока мяч от него дальше не уйдет? Да, да, да. Еще разок. А какой ширины ворота? Потому что, я так понимаю, робот достаточно большой. Сколько? Ну, робот примерно одну третью ворот занимает. Ну вот, а роботы также по регламенту, они должны в диаметре, то есть, каждого робота накрывают перед попыткой специальным цилиндром, который в диаметре 22 сантиметра, высоту тоже 22 сантиметра. И все роботы должны проходить под эти условия. А как он перемещается тогда вот в ширину? Ну, поворачивается, может поехать, поворачивается, поехать. Только, ну, также в регламенте прописано, что роботы не могут перемещаться вот так вот влево-вправо. То есть, это официально тоже. То есть, поставили его посередине, и он стоит. И он стоит, он поворачивается, и что-то на мячика, да. Ну, обычно у нас просто стоит, на самом деле, ничего особо не делает. Да, да. Вот, ну, а тут хоть вот так. Хорошо, понял. Давайте посмотрим остальных роботов. Немножко расскажите о том, кто здесь у нас еще есть. Давайте начнем вот с крайнего. Ну, собственно, все остальные роботы, это роботы, которых сделали ребята для выставки. Вот это вот барабанная остановка, которая наигрывает различные звуки, очень схожи к барабанам. Вот, собственно, сейчас нужно включить. Так, вот они звуки. То есть, бочка, блин, блин, и, собственно, сам барабан. А как она работает? Ну, здесь вот датчики касания находятся, когда нажимаем, просто нажимается кнопочка, а здесь датчик света, и когда вот эта вот белая деталька, ну, он ее видит, то воспроизводится звук. Также ребята сделали, чтобы не просто можно было спокойно, ну, самому наигрывать мелодии, а также они сделали, чтобы можно было, ну, как бы играть. То есть, робот сам воспроизводит мелодию, и вам нужно ее повторить. Задает ритм, который... О, давайте попробуем, мне интересно. Давайте, сейчас. Вот, можешь попробовать. Вот такой звук, надо его повторить. То есть, сначала нужно понять, какой звук. Нет, это не тот. Вот он, да, вот этот. А сколько уровней в этой игре? А, по-моему, три раза нужно повторить. Там на экране вроде показывается прогресс. Если все правильно сделает, то будет мотор двигаться. Что-то я прям вообще, видимо, не робомузыка, не мое дело. Ну, люди социально обученные, это как бы робомузыка, не кухры-муфры. Так, а еще какие роботы есть? Также представлен робот Валли. Чем занимается этот робот? Ну, собственно говоря, Валли все знают, что он занимался переработкой отходов, собственно говоря, как и тема соревнований. Вот, но в данном случае он, на самом деле, не перерабатывает отходы, он как танцор больше. Для него нужна какая-то музыка, как он танцует? Вот, ну, собственно, он так вот включает голову, это значит, он активизировался, ну, и потом при нажатии кнопки он начинает вот так вот танцовать. А можно вот включить от этого вот робота и вот этого одновременно, чтобы они у одного музыка, а другой танцуют? Ну, на самом деле, он не ориентируется на музыку, у него танец всегда один, вот, то есть, как бы, задан уже. Ну, можно на игры подыгрывать музыкой, как бы, аккомпанемент такой. Так, и еще один робот, который у нас есть, это... Робот Кусака. Кусака. Ну, по принципу венеральной мухоловки, как растение, собственно, когда он видит объект возле себя, он начинает... Двигать хвостом. Двигать хвостом и кусает. То есть, готовится к атаке, и если близко объект, то кусает. Угу, так. Эй, я хит. Нет, я не хитрее. Друзья, на самом деле, очень интересные экспонаты, и, я так понимаю, будет еще больше. Да, это представлена малая часть. Это очень малая часть, дорогие телезрители, представлена, поэтому я предлагаю вам сегодня прям брать руки в ноги и спешить на выставку, на фестиваль роботов Engineering, который проходит в ЦСП Заря. Это центр спортивной подготовки Заря. Спешите, посмотрите сегодня тренировки, завтра соревнования. В общем, будет интересно. Ну, а у нас сегодня в гостях были Егор Барышпол, организатор фестиваля, и Михаил Гуськов, главный судья соревнований. Спасибо вам большое и удачи!